Встреча с героем России. На один день в Иваново приехал летчик-космонавт Сергей Залетин. В Иванове он посетил детский технопарк «Кванториум». Там и состоялась встреча, ранее запланированная на аэродроме «Северный». В рамках праздника «Открытое небо». Сергей Залетин с удовольствием давал автографы и фотографировался с ивановцами. Космонавт признался, что его дорога в профессию началась с такой же встречи с покорителями космоса. Вот так же в школе к нам приезжали летчики, которые служили в городе Ефремов. Наверное, благодаря тому, что у меня были очень хорошие учителя и в плане классного руководства. И я вспоминаю мою раннюю школу, когда где-то в четвертом классе к нам пришел в четвертом-пятом военруком Сидор Виктор Андреевич. Вот он все военные азы заложил меня. Мы замечательно стреляли из пневматической винтовки, разбирали, собирали автомат Калашникова. То, к чему сейчас мы возвращаемся, когда на основе ОБЖ делаются предметы, связанные с вещами, которые позволяют быть более подготовленным к несению воинской службы. В зале собрались кадеты, участники военно-патриотических клубов и отрядов, а также просто неравнодушные к теме космоса ивановцы. С героем России встречаешься не каждый день. И стало интересно посмотреть, как человек живет, послушать то, что он хочет нам передать и усвоить для себя какой-то урок. С небом я сдружился уже в этом году. Прыгаю с парашютом, мне это затягивает, хочется еще и еще. Ну и с небом я хочу перейти в дальнейшем на «ты». Во время встречи ребят интересовало абсолютно все. Что едят космонавты, сколько зарабатывают, как спят в невесомости и зачем уже на борту корабля ежедневно по несколько часов в день занимаются физкультурой. Был у нас такой случай, когда два космонавта летали в космосе где-то в районе 18 дней, Себастьяна и Николаевна, но у них в программе полета не было физической подготовки. Так вот, после 18-суточного полета они вернулись на Землю и медикам необходимо было их реализировать. Почему? Потому что любая попытка их встать или сердце переводила к тому, что они теряли банальное сознание. Потому что сердце за это короткий промежуток времени функционально просело до такого уровня, чтобы в условиях земной капитации могло прокачивать кровь. Время, отведенное на общение, пролетело незаметно. Сергей Залетин пожелал ребятам не отказываться от мечты и уверенно идти к намеченной цели. Наверное, дорога в космосе, она не начинается с того момента, когда ты поступаешь непосредственно в отряд космонавтов. Она начинается, я считаю, с 1 сентября, когда ты приходишь в школу. Потому что, как ты учишься в школе, насколько крепок вот этот фундамент, на основе которого ты поступаешь в высшие учебные заведения, на основе этих высших учебных заведений имеешь внутренний настрой, внутренние силы, чтобы попытаться стать космонавтом. Потому что 50% отряда космонавтов – это военные летчики. А когда военный летчик поступает в отряд космонавтов, то может быть такая ситуация, что ты не то что расстанешься с мечтой, но и расстанешься с той синичкой, которую ты держишь в руках летной профессии. Потому что требования, которые предъявляются к летчику и космонавту – это две больших разницы. Сергей Залетин провел 84 дня в космосе в качестве командира экипажа. Из них 5 часов в открытом космосе. Он не на словах знает, насколько тяжела, но почетна эта профессия. Любовь Почерникова, Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.